Зверская жестокость. В Екатеринбурге находят собак с отрезанными лапами. Зоозащитники уверены, что так работает новая служба по отлову бездомных животных. До того, как взять в руки удавку, сотрудники фирмы занимались ремонтом. Дарья Дементьева выясняла, правда ли тут собака зарыта. С этого места псы не уходят который день. Двое вообще не могут двигаться. Лапы перебиты и кровоточат. В центре города их заметили прохожие. Что случилось с бедолагами, никто не знает. Но ясно одно, без скорой помощи собаки погибнут. Постараемся собак бездвижить, чтобы в дальнейшем отвезти в клинику Ника, где уже будет оказана ветеринарная помощь. Судя по характеру травм, говорят зоозащитники, ощущение такое, будто псы попали в охотничьи селки. И таких пострадавших в городе все больше. Общественники подозревают, что так бездомных псов отлавливает новая служба, которая в этом году выиграла тендер. У кого-то уже появились мысли о том, что это якобы так называемые тренировки новых отлавливателей. Но предполагать мы можем разное, но утверждать мы, конечно, ничего не можем. В этом году с бродячими животными в Екатеринбурге будет работать компания из Алапаевска. На конкурсе она предложила самую низкую стоимость своих услуг. А значит, по закону ей и сачок в руки. Вот только этой фирме, в отличие от прежней компании, даже отстрел зверей не запрещен. Да и вообще, основной ее профиль – строительство и ремонт. Впрочем, говорят предприниматели, чистоту они гарантируют. Мы работаем аккуратно, согласно действующих норм и правил. Есть рекомендательный характер, значит, это 743-е постановление по бродячим животным. Мы придерживаемся их. Однако от первых результатов работы компании сотрудники приюта бездомных животных в шоке. Люди не профессионалы однозначно. Собаки везлись на ошейнике и пристегнуты на цепь. Им повезло, что это именно домашние животные, которые умеют ездить, скорее всего, в машине и привязанными. Потому что, будь эта собака действительно уличная или дикая, она бы запуталась в этой цепи. То есть, это переломы конечностей, это вплоть до того, что собака сама себя может задушить. Более того, таких покладистых бродяжек здесь, говорят, еще не видели. Звери явно приучены к рукам и ласковы. Зоозащитники подозревают новую компанию и в том, что они вместо бездомных собирают домашних псов. Ведь оплата за отлов поголовная. А шейник, да, снят недавно, это заметно. То есть, как бы следы, вот видите, остались от того, что шейник был снят. Сейчас в администрации города присматриваются к новому подрядчику. Не исключено, что фирма все же работает по своим правилам. Мы к жителям обращаемся о том, чтобы они посматривали иногда, как у нас работает данная компания. На сегодняшний день они уже ввели 4 бригады в город. По словам чиновников, если компанию увлечат в нарушении правил, отлов передадут другим фирмам. Правда, проведение нового конкурса может занять полгода. А ведь скоро весна, самый горячий сезон у зоополиции. Дарья Дементьева, Владимир Середа, Влад Кулупаев. Новости 41 канала.